Мы когда здесь днём были, мы услышали детский крик. Посмотри вот на эту могилку. Сейчас хочу вас немного подготовить. То, что мы услышали во время монтажа, нас сильно удивило. Скрип калитки, стук и голос. Мужской голос, который поддержал наш разговор. Это очень странно и пугающе звучит. Мы вообще никого там не видели. Что это? Стук, блин, ты слышал по дереву? Угу, тихо. Я так откуну, тупых. Стране ничего. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Табу Искатели Паранормального. И мы сегодня находимся на самом, наверное, жутком кладбище за всю нашу историю. Мы здесь никогда не снимали. Кладбище огромное. И сегодня мы проведём очень интересный эксперимент. Мы сегодня проведём обряд для связи с потусторонним миром. И, честно, мы долго, очень долго настраивались на съёмки. Около часа мы просидели. Мы видели здесь какие-то светящиеся шары, какие-то звуки, хлопки. В общем, мы сейчас идём. В общем, ребят, это кладбище. Оно, ну, довольно-таки старое. Ну, как сказать, 90-е нулевые. Вот так вот. Ну, и тут их хоронят, и, конечно, до сих пор. Но в основном здесь могилы 90-е нулевые. Мы сейчас двинем в самую глубину кладбища. Вот как раз-таки здесь, да, какие-то были светящиеся штуки. Где-то за этим деревом, короче. Там за нами трасса. Но мы от неё стремительно уходим. И мы очень надеемся, что мы не встретим тут сторожа. Что это? А этого не было ранее? Не, мы тут не проходили. Мотыльки и прочая живность уже проснулась. Итак, друзья. Что хочется вам рассказать? Сейчас, одну секундочку. Здесь, в 90-е годы, орудовала банда какая-то. В общем, блатные. С блатными что-то решали. И когда им надо было кого-то убрать, они именно на это кладбище их привозили. И, к сожалению, закапывали тут, короче. Также история этого кладбища заключается в том, что здесь раньше собирали сатанисты. А сейчас, конечно же, этого нет. И мы искренне надеемся на то, что сегодня мы никого не встретим. Но мы так, конечно, днём тут ходили и так прислушивались. И сегодня прислушивались. Вроде как всё тихо. А тут какие-то маленькие, прям, могилки такие. Ребят, кстати говоря, кстати говоря, мы когда здесь днём были, мы услышали детский крик. Ты смотри вот на эту могилку. Сейчас хочу вас немного подготовить. То, что мы услышали во время монтажа, нас сильно удивило. Скрип калитки, стук и голос. Мужской голос, который поддержал наш разговор. Это очень странно и пугающе звучит. Мы вообще никого там не видели. Да, мы слышали удары или шорохи. Но именно в этот момент мы на это не обратили внимания. Я давно говорил, что чаще всего ты что-то слышишь или видишь во время монтажа. Это тот самый случай. Слушайте внимательно. Мы услышали детский крик. Так. Оно тут вообще без обозначения. Так. Оно тут вообще без обозначения. Да, да вообще без обозначения. Короче, вон ребёнок, смотри. Вон он. И вон, и вон, по-моему. Маленькая могилка. И вот. Тут дети. Тут дети. Тут дети. Тут дети. Короче, ребят, мы услышали детский крик. И мы подумали, что тут люди ходят, ну, может быть, приехали на весенние праздники, там, я не знаю. Но факт в том, что мы никого здесь не встретили. Вообще никого. И, кстати говоря, там на входе, там особо никаких таких площадок нет, где бы люди могли ходить, там трасса. Поэтому это нас насторожило немного. Очень странная насыпь. Так, ребят, мы идём в самую глубину этого кладбища и надеемся, что нас зажит и не схватит тут сторож. Такие маленькие могилки. Смотри, это свежие, да, по-моему? Ну, скорее всего, да. Потому что видишь, насыпь, она такая рыхлая прям ещё. Сейчас, подождите. 20-й год, да? Декабрь, 20-го. Ну, считай, свежие. Конфетка там лежит. В общем, друзья. Не знаю. Тут так эти могилы отражаются. Тут всё-таки портреты на них, да? Где-то весь рост просто. Смотри, фотография за памятником. Кто разбил или что это? Не видишь ли он? Или... Мне кажется, вопрос... Что это? Стук, блин, ты слышал? По дереву? Может быть, это просто дерево хрустнуло? Стук был, блин. Ну да, такой удар прям. Нет, мы будем прямо. Я надеюсь, диктофон записал. Вот мы сейчас идём с фонариком. Более-менее. Ну, как только мы его... Дожди, мы пока-то зашли. Не туда, куда-то. Мы зашли в тупик. Да, мы зашли в тупик. Назад. Назад. Мы будем смотреть на людей. Честно, жидковато. Я... Вот после этого стука, как она сейчас ощущала, я слышала, как это начало. Ого, охотно. Так, знаешь, как-то у меня. Вот это вот. От света просто... Да, мне цифровик. Будем мать и я буду фоткать твой. Да. Это нормально на кладбище. Ребята, если вы не услышали... Настя говорит, что орбов очень много. Нам, скорее всего, вот туда, Котя. Пойдём. Мы хотим провести сеанс Гаев. И... Небольшой обряд. Неудивительно, что тут много орбов, потому что тут кладбище просто огромное. Огромнейших размеров. Да, капец. Капец. Это как-то... Откуда? 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 А это откуда было? Тихо. Откуда? Это откуда, поехали. Не знаю, нечего. Как будто кто-то стоит. Железки. Почему-то. Железки. Не точно кто-то стоит. Ой, ребятки. Я тоже, конечно, всё понимаю. Но этот удар... Мы выйдем туда, где мы и зашли. Я не знаю, что это было, а там не было мета. Может быть, сторож, я не знаю. Какой нефиг сторож, там нету, никогда вообще. Мы шкодилок называемый. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Давай сейчас без камеры туда пройдёмся. Я слышу какое-то мычание. Какие-то стуки. Сейчас, блядь, стук какой-то. Прям щётки, блядь, стуки. Ну, подожди, мы далеко. Капец. Блядь, там нету сторожа. Ты понимаешь, там нету вообще ничего. Мы уже туда днём ходили. Там овраг. Вот овраг и могила. Что могло такое? Удар прям там, да? Что могло в той стороне так ударить? Я не знаю просто. Фотик закрылся. Я тоже не знаю. Даже если это был сторож, то сторож наверняка был в начале кладбища. Смысл ему в конце кладбища делать и тем более там где-то в глубине леса, блин. Ну, этот удар был прям рядом. Прям жёсткий был удар. Прям отчётливый был удар, блин. Ребятки. Мы сейчас немножко постоим, подумаем и вернёмся. Это собаки. Собаки. О боже мой. У них так глаза светятся. Копица. Это собаки. Это просто собаки. Но когда я это в темноте увидела, у меня... Настюша, давай фоткай. Ну, тут тоже вырубал. Куда пойдём, да? Угу. Это собаки. Иди сюда. Иди сюда. Угу. Ну, ухо. Красиво. Ты слышишь? Я слышу Ну-ка фоткай Вот столик Давай мы здесь проведем ЭГФ Вот на этом столе Ладно, давай Короче, сейчас будем делать обряд, ребят Будем проводить сеанс ЭГФ И зададим несколько вопросов стандартных Поехали Ребят Смотрите Это сегодня я нарисовал Это то, что посоветовал Ведьмак Сегодня, так сказать, коллаборация с Ведьмаком Это ловушка Для призраков Для сущности, которая с нами выйдет на связь Сейчас ее активирую И вы все увидите Некоторые моменты этого процесса мы не стали вставлять в видео По разным причинам Оставили только оговор Нам, как исследователям паранормальных явлений, важно понимать Сработает ли тот или иной эксперимент Мы уже больше трех лет ищем ответы на многие вопросы Существует ли параллельный мир И вы знаете, все эти эксперименты дают свои результаты Но не так, как их показывают по ТВ или в фильмах Всем приятного просмотра Силами девяти богов Кузнецов И сущности Не протяни Заклинаю Эта магическая печать Создает мощную Электромагнитную ворону В радиусе километра По своему периметру Втягивая в себя Нужного мне духа Или сущности По моему желанию Данный дух Подчиняется силе Моего слова И находится под моей боли Ловушка Решает Пойманного духа Его потенциала Власти И силы Не дает им Навредить Мне Или моим близким Другим людям Моей властью Повелеваю То, что захочу Моей властью Могу Освободить духа Могу Уничтожить Во имя Девяти богов Кузнецов И сущности Не протяни Да будет Там Заклинаю Теперь В радиусе Километра У нас будет Очень хороший Контакт Кто-то шел Быстро Кто здесь Снимай меня Он Это Кузнецов Мы успеем сделать еще много фотографий, где очень-очень много. Котя, пойди сюда. Что за звук у меня? Охренеть, я не знаю. А что это? Токтофон. А что с ним случилось? Что такое? Ребят. Итак, друзья, мы начинаем. Сейчас, ребята, мы вернемся. Что это за звук сейчас будет? Когда мы включили вандербокс, он отказался работать. Мы долго пытались его настроить, но все безрезультатно. Поэтому мы записали АГФ напрямую через спиритбокс. Хочу напомнить, мы об этом всегда говорили ранее. Но я повторюсь. В нашем арсенале имеется вандербокс. Этот прибор мы собрали сами. С ним мы часто ставим эксперименты. Он позволяет связаться с потусторонним миром. Во время сеанса перелистываются радиостанции. И в какой-то момент проскакивают ответы. Нас интересуют самые четкие и разборчивые слова. Зачастую на поставленный вопрос приходит определенный ответ. Как мы все помним, душа – это энергия. А энергия – это составляющая нашей Вселенной. Покидая физическое тело, душа остается, и с ней можно выйти на контакт. Энергия движет Вселенной. Читая книги спиритистов XVIII века, мы стали понимать, что каждой душе дано прожить большее количество жизней до тех пор, пока душа не достигнет пика просветления. Перерождение есть. Только если в нашем мире может пройти, к слову, сто лет, в ином мире нет времени, и то же соотношение времени там может быть равно нескольким минутам. Душа может переродиться в любом обличии, иметь любую полу и национальность, ведь душа не имеет таковых признаков в тонком мире, так как душа – это энергия и информационное поле. Почему ответы на вандербоксе имеют разные голоса? При перелистывании станции FM или AM душа может воспользоваться информационными потоками и как бы вырывать слова из контекста радиостанций, создавая при этом кратковременный ответ. Так как душа – это энергия, она не может иметь физических данных, таких как речь, соответственно, она может отвечать разными голосами, вырывая слова из контекста радиостанций, создавая при этом полноценный ответ. Итак, друзья, приятного просмотра. Я хочу связаться с духом, которого мы заключили. Ты можешь нам ответить? Нам грозит какая-то опасность здесь. Мы хотим спросить, что тут происходило в 90-е годы. Скажите, что это был за удар, когда мы шли в глубину кладбища? Что это было? Ответьте нам. Здесь водятся неупокоенные души. Нам грозит тут какая-то опасность. А кто ты? Скажите, у нас сейчас есть защита? Скажите, нам сейчас лучше уйти? Нет. Нет. Души, я вас отпускаю. Что там было? Да, да, да? Или что? Я не знаю. Мне не по себе. Что тебе показалось? Очень странные. Они очень явные. В смысле? Ну, прям такие. Держи. Что? Я не знаю. В смысле? Я не знаю. Что ты услышала? Как будто хрюканье. Силы стихии огня. Первородными силами природы и вселенной заклинаю. Воли своей и силы девяти богов, кузнецов, сущностей некрань теней. Уничтожаю данную магическую печать. Вместе с духом, заточенным в ней навсегда и безвозвратно расщепляю энергию и материю, из которых состоит данный дух. И так, друзья, это был такой небольшой опыт. Натерпелись мы сегодня страха. Но мы сюда вернемся. Давно не снимали. Посмотрим, что из этого выйдет. Всем пока. Увидимся в следующих роликах. Не пропускайте. Увидимся в следующих роликах. 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 Увидимся в следующих роликах.